Здание Харьковской областной администрации Пострадали шесть человек, в том числе ребенок Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине Вплоть до достижения поставленных целей Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу По словам Шойгу, основной целью спецоперации на Украине Является защита Российской Федерации от военной угрозы, создаваемой странами Запада Все наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Покитают территорию Донецкой и Луганской народных республик В настоящее время они выехали в сторону России, сообщает Интерфакс По его словам, неизвестно, сколько наблюдателей пробудут в России Сегодня президент Республики Арцах Арей Крутюнян созвал заседание Совета безопасности Были обсуждены стоящие перед Арцахом внешние и внутренние проблемы А также вопросы, касающиеся процессов в международной и региональной сферах Уточнены предстоящие мероприятия и программы Сегодня президент Республики Арцах Арей Крутюнян провел расширенное рабочее совещание По вопросам процесса реализации программы государственной финансовой помощи Направлены на выполнение кредитных обязательств физических и юридических лиц Оказавшихся сложной ситуацией в результате боевых действий Развязанных против Республики Арцах 27 сентября 2020 года Министр финансов, руководители Арцахского инвестиционного фонда И фонда поддержки села и сельского хозяйства выступили с докладом И представили ход реализации программы Достигнутые успехи и возникающие проблемы После обсуждений глава государства отметил необходимость продолжить работу С соответственными лицами банковской системы Для обеспечения надлежащего выполнения обязательств, взятых на себя государством В ходе совещания президент Артюнян дал также ряд указаний по дальнейшим действиям Медицинское объединение Аревик подвело итоги 2021 года Оно зарегистрировало 112 807 обращений Количество зарегистрированных случаев заболевания составляет 57 520 Этот показатель снизился на 17% по сравнению с 2019 годом Также есть нехватка оборудования Большинство пациентов необходимые обследования проходят в Ереване Из-за отсутствия оборудования в Республике Арцах В отчетном году выполнено 915 операций По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 18% В реанимационном отделении находились 496 пациентов Количество обратившихся в инфекционное отделение составило 620 245 из которых – дети, 375 – взрослых Проблема детской инвалидности остается приоритетной Работа будет вестись по всем направлениям, заверили представители системы здравоохранения И в ближайшее время в письменном виде будут представлены некоторые предложения Продолжается строительство новой автомобильной дороги Степанакерт-Мартакерт Программа была запущена в мае прошлого года Заказчик – Всеармянский фонд Айастан Строительные работы ведут организации «Караван», «Ренессанс» и «Чаншин» В настоящее время ведутся земляные работы Из-за погодных условий работы по асфальтированию временно остановлены Их планируется возобновить в мае Строительство новой дороги планируется завершить в октябре этого года Сегодня стартует новый сезон общественного телевидения Арцаха Он выделится рядом инвестиционных решений и новым словом Эфирная сетка не изменится полностью, однако преданных зрителей ждут приятные новости У порога нашего дома уютный уголок «Здравствуй, это я, приезжай в Арцах» Так называются программы, которые вошли в программу нового сезона Также продолжатся съемки ряд программ, популярных у зрителей в предыдущих сезонах На странице Facebook и канале Telegram будут ежедневно освещать и анонсировать события дня Предстоящие программы и события Общественное телевидение обещает насыщенный эфир в ближайшие месяцы Вчера было проведено 88 тестирований, в результате которых в Арцахе выявлено 15 новых случаев коронавирусной болезни В данный момент стационарные лечения проходят 44 пациента с диагнозом COVID-19 Зарегистрирован один случай с летальным исходом Министерство здравоохранения Республики Арцах призывает граждан следовать рекомендациям Во избежание новой вспышки эпидемий, как можно скорее вакцинироваться Вакцинация против COVID-19 проводится в амбулаторно-политническом отделении Республиканского медицинского центра Медобъединения Аревик в Аскеранском, Мартунинском и Мартакерском районных медицинских объединениях Для получения дополнительной информации можете звонить по телефону 047-94-32-27 с 9 до 17 на 0 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова